всем привет дорогие друзья привет ровно год назад мы были здесь и вот опять мы попали на мой день рождения у нас традиции в аланию ездить опять мы встретились с анастасией с лайханом кристина да вячеслав пришли в очередной раз к нам в гости это уже такая добрая традиция и сегодня точнее в этом видео мы узнаем у кристины у вячеслава как он отдыхается в алании феврале посмотрите кристина футболки поэтому друзья не обращайте на меня внимание я всегда мерзну а вот по человеку сразу видно что в алании стоит потрясающая потрясающая погода меня зовут анастасия я живу в турции в алании уже более десяти лет и добро пожаловать на мой канал на котором вы узнаете все самое интересное и полезное о жизни в турции поэтому подписывайтесь заходите по ссылкам в описании там вы найдете ссылки на сайты где можно дешево забронировать билеты на самолет и отель а также промокод на ссылку 500 рублей при заказе тура в турцию от 40 тысяч рублей поэтому друзья не забывайте заходить в описании под моими видео там много полезной информации ну и сейчас мы с вами находимся в районе дам латаш это один из самых мне кажется лучших районов для отдыха в алании но сегодня мы с вами поговорим не о дам латаши если вы хотите чтобы я вам рассказала все плюсы дам латашей почему именно здесь отдыхать лучше всего пишите в комментариях и ставьте пальчик вверх под нашими видео ну а сегодня я вам расскажу о 5 плюсах отдыха в алании зимой вы не ослышались именно зимой отдых в алании также по-своему хорош и что самое главное выгоден мы приехали во второй раз феврале знаю что погода в анталии будет замечательная хоть мы день прилета и был дождь ну он нам не помешал наоборот там мы походили зонтом по аланию этом в этом есть свой калоризм конечно после москвы слякоти позже московской погоды это погода в любом отлично тоже так хорошо также мы подымались вчера в горы там в районе от отеля утопия жара была невыносимой мы мокрые просто в одних футболочках мы были все мокрые поднявшись там в лес в этот сосновый там было прохладно нам было очень комфортно если кратко рассказывать об алании то алании это один из самых южных городов турции находится в 150 километрах от анталии и алания окружена горами садами и уникальные климатические условия алании позволяют отдыхать здесь круглый год как летом так и зимой и самым главным плюсом отдыха в алании зимой являются низкие цены на туры именно в декабре январе и феврале вы можете приехать в аланию очень дешево по туру или своим ходом и наслаждаться морем солнцем классной погодой и одновременно уехать в горы и наслаждаться снегом поэтому уникальное пола местоположение алании позволяет вам почувствовать вот этот вот контраст который дарит город сейчас мы с вами прогуляемся по парку который находится на дом латаши и если говорить о том что декабрь является не самым популярным месяцем для отдыха в алании поэтому и цены на путевки очень низкие благодаря этому многие отдыхающие стараются например к новогодним праздникам уехать за границу и алания занимает далеко не последнее место в списке путешественников поэтому если вы хотите приехать в аланию зимой на новый год бронируйте свои туры за благовременно если говорить о январе то в январе цены на отдых весьма также весьма доступны потому что новогодние праздники уже прошли а школьников и студентов январе немного цены на путевки в алании феврале остаются на том же уровне вот например мы видим туристов которые отдыхают в конце февраля в алании и как я вам и говорила цены на путевки в феврале в алании остаются приблизительно на том же уровне что и в декабре и в январе и они являются одними из самых низких следовательно феврале каждый желающий сможет спокойно отправиться отдыхать в алании потому что погода потрясающее море голубое и когда стоит такая жаркая погода можно загорать на пляже и прогуляться по набережной дышать свежим оздоравливающим морским воздухом если говорить о зимних месяцах декабре январе и феврале то в зимнее время года в алании достаточно тихо и спокойно если например словнить с сезоном почему потому что не так много туристов и многие рестораны отеля и кафе еще закрыты поэтому в зимнее время года вы можете наслаждаться спокойствием тишиной природой и самое главное достопримечательностями алании именно в тихой и приятной атмосфере а температура воздуха зимой редко отпускается ниже чем плюс 10 конечно же бывают заморозки но они очень редкие бывают наверно раз в 10 лет поэтому тихо спокойно потрясающая погода и температура воздуха позволит вам насладиться зимней алании в той же мере что и летом но зимой здесь своя прелесть и своя атмосфера если сравнить погода в феврале в этом году и в прошлом году как вам кажется она отличается теплее мне кажется практически так же может быть в том году у нас один денек только был дождливый а в этот раз ну три дня такие как бы на запасе а так я думаю такая же хорошо комфортно вообще тепло некоторые люди даже купаются мы конечно не рискнули я видела да да сегодня мы видели купать ой многое лежат загорает на пляже у нас в отеле там парнишка один приехал в Екатеринбург и он мы вчера его встретили в лобби и он сказал что он купался очень комфортно нормально 18 градусов температура воды в море до 18 градусов существенно солнце прям вообще реально жарко но это я вот сижу в офисе я там замерзла немного я шла в толстовке потом смела жарко жарко да благодаря особенному географическому положению аланье аланье зима в аланье как я уже сказал сравнительно теплая в исключительных случаях температура воздуха в дневное время может понижаться ниже отметки плюс 10 в ночное время становится немного прохладнее выше плюс 5 в этот период средиземное море неспокойно могут быть мощные холодные ветра также приводят к штормовой погоде но как правило зимние месяцы температура воды в средиземном море редко превышает отметку плюс 19 самая большая неприятность зимой в курортной алани это дожди поэтому бывает промозглая погода повышенная влажность и именно они являются характерными и красочными приметами наступления зимнего периода заморозки как я уже говорила осадки далеко не типичное явление для аланье однако в 2010 году аланья полностью чутилась во власти холодного циклона и снежный покров достигал 20 сантиметров в горах тем самым буквально парализовалась жизнедеятельность города алания по праву признана настоящей жемчужиной турецкой ривьеры постоянно население алания составляет триста двенадцать тысяч человек при этом городок создает впечатление столичного мегаполиса на курорте постоянно бурлит жизнь все время наблюдается много туристов новые гостиничные комплексы возводятся одним за одним открываются новые рестораны и клубы алания достаточно развитый курорт для комфорта туристов предусмотрено все в алании в отличие от прочих турецких курортных городов насыщенная жизнь не затихает даже зимой отлично развитые налаженной индустрии отдыха благодаря этому пору новогодних праздников да и другие зимние месяцы гостиницы не закрываются а предлагаю туристам еще более насыщенную программу температура воды в средиземном море совершенно не располагает длинному плаванию но многие плавают и в температуру плюс 19 градусов однако в это время очень приятно гулять по пляжам алании потому что погодные условия комфортны в любое время года впрочем зима в алании напоминает теплую европейскую осень довольно прохладно но вовсе не холодно частенько идут дожди однако они непродолжительные если говорить о различных зимних месяцах то в принципе температура воздуха в декабре январе и феврале она одинаковая наиболее холодным месяцем по прогнозам и кстати по моим личным ощущениям является именно январь но декабрь и начало контроля недалеко от него уходит поэтому когда вы приезжаете январь будьте готовы к тому что погода очень переменчивая вот как вы видите например сейчас достаточно жарко на пляже есть туристы которые ходят в шортах и в футболках но вы видите также облака и через некоторое время может пойти дождь а потом опять выглянуть солнце поэтому когда вы приезжаете в аланию зимой вы можете многие спрашивают что брать поэтому берите с собой свитер можете взять пальто джинсы ну и ботин а если будет жарко вы просто все это снимете не забывайте взять с собой зонтик и температура воздуха днем порядка 15 17 градусов если идет дождь температура может опускаться градусов до 10 днем а вечером температура и ночью может опускаться до плюс 5 поэтому днем температура 10 17 градусов температура воды в море около 17-19 а ночью вот до 5 поэтому когда едете будьте готовы но именно такая погода является необыкновенно контрастной в этом и вся прелесть зимней аланьи полчаса может идти дождь греметь гроза сверкать молнии через час может выглянуть солнце но дождь может идти например и два дня а целую неделю будет солнечная погода вы можете также наблюдать море наслаждаться пляжем солнцем можете отправиться в один из ближайших горнолыжных курортов таких как добрас в испарте или саклыкен или отправиться в ближайший парк в горах аланьи где также зимой очень много снега именно вот этот контраст очень привлекателен для туристов потому что зимой можно наслаждаться не только солнцем пляжем и морем а также снегом ну и главное шоппингом осмотром достопримечательностей и спокойной классной атмосферой также одним и очень привлекательным плюсом отдыха в аланье зимой является комфортная погода для осмотра всех имеющихся в городе и пригороде достопримечательность летом очень жарко и осмотр достопримечательностей превращается в такую беготню быстрее посмотреть и скрыться где-то в теньке а именно зимой ну также осенью можно сказать и весной осмотр достопримечательностей будет самым комфортным вы сможете отправиться например на крепость по канатной дороге вы сможете прогуляться спуститься вы сможете прогуляться вдоль набережной ну и конечно же осмотреть все те достопримечательности которые есть за пределами аланьи очень много античных достопримечательностей можно съездить в различные деревни побывать в музеях побывать на дым-чае просто прокатиться по побережью и увидеть все красоты потому что побережье каждый километр побережье имеет свои особенности поэтому приезжая в аланию зимой вы получаете потрясающий бонус в виде погоды для осмотра достопримечательностей цены на канатную дорогу в алании билеты туда-обратно для взрослого стоит 28 лир для детей туда-обратно 17 лет билет в одну сторону 22 лиры и билет для ребенка 14 лет зимой канатная дорога работает с 9 30 до 6 вечера ну и конечно же друзья самым главным плюсом отдыха в алании зимой а именно в декабре январе и феврале является то что именно в этом время проходят самые большие распродажи и именно в это время можете купить разные вещи и обувь с очень большими скидками например обувь кожаную вы можете приобрести по цене от 80 лет можно купить например вот такие вот летние кроссовки макосины различные мужские туфли и так далее по цене от 80 лет и это настоящая кожа такие скидки в магазинах алании обычно бывают с конца декабря но в основном это январь месяц потому что продавцы магазина стараются распродать товары предыдущего сезона и именно в это время вы можете приобрести обувь ну не только летнюю осеннюю осенне-весеннюю но и зимнюю по очень хорошим ценам потому что многие из вас спрашивают можно ли летом приобрести обувь одежду зимнюю теплую к сожалению во многих магазинах сможете найти только то что осталось сезона но также по большим скидкам поэтому приезжайте в аланию зимой и покупайте качественные и красивые вещи со скидками конечно же такие распродажи в магазинах проходят не только в обувных магазинах но и в магазинах где продается одежда различные товары для дома тексте и так далее например здесь можно приобрести летние какие-то босоножки кстати они тоже кожаный по цене от 40 лет либо вот такие вот например туфли по цене от 50 лир кстати фирма мама мия одна из самых лучших турецких фирм и я и кстати я нашу обувь этой фирмы как летнюю зимнюю осенне-весеннюю и так далее но и поскольку я люблю очень лаковую обувь например вот такого вот плана ботинки только черные я купила и носила кстати всю эту зиму сейчас вам покажу вот такого вот поэтому когда вы приезжаете в аланию не забывайте заглядывать местные магазины где вы найдете много интересных и хороших товаров по очень привлекательным ценам во многих магазинах товары которые продаются по скидкам вы можете прям найти около магазина вот на таких вот стендах и например обувь которая стоила 190 лир вот эти вот 100 ну 195 лир они стоили сейчас вот эти вот туфли кожаные фирмы мама мия продаются всего по 80 лир конечно же в магазинах есть разные модели как от очень удобных до супер классических до каких-то современных молодежных или для женщин более пожилого возраста поэтому обязательно заходите смотрите и выбирайте то что вам нужно но самое главное покупайте качественные товары со скидками также многие магазины одежды устраивают распродажа помимо того что вы можете посмотреть какую-то одежду в самом магазине стоят вот такие вот стенды с одеждой и на этих стендах вы можете увидеть все же все то что продается в данным на данный момент по скидкам обязательно посещайте вот такие вот местные магазины где вы можете найти не только товары со скидками но и красивые интересные вещи по очень приемлемым ценам поэтому приезжая в аланию зимой вы получаете огромное количество распродаж и скидок ну и конечно же если вы приезжаете в любое другое время года не забывайте посещать магазин и и кстати во все сезоны также так или иначе в каждом магазине бывают какие-то маленькие стенды где вы сможете найти вещи со скидками как вы поняли из этого видео алании является потрясающим местом для отдыха в любое время года я надеюсь что именно этим видео я разрушила еще один стереотип который сформировался по поводу алании о том что в алании можно отдыхать только летом что зимой здесь делать нечего и что в турции всегда жарко нет друзья турция большая алания это всего лишь один из регионов турции поэтому отдыхать в алании можно и зимой и летом и весной и осенью и в каждом сезоне есть свои прелести которые вы можете сами определить для себя поэтому приезжайте в аланию зимой летом осенью весной и находите свои плюсы в отдыхе конечно же заходите в описании к этому видео там всегда очень много полезных ссылок есть промо-код на скидку 500 рублей для покупки туров в турцию или в любую другую страну есть ссылки на сайты где вы можете приобрести авиабилеты или забронировать отель со скидками более чем 60 процентов поэтому вся самая важная информация всегда находится в описании к моим видео ну и конечно же подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх комментируйте задавайте вопросы в описании есть мой ватсап и конечно же приезжайте в аланию и в турцию в любое время года и наслаждайтесь потрясающей погодой кухней и достопримечательностями но на сегодня я со всеми прощаюсь всем всего хорошего пока пока